Что бы вы сделали, если бы вам выпал шанс отправиться в прошлое? Герой нашего сегодняшнего ролика не придумал ничего лучше, кроме как использовать эту возможность, чтобы познакомиться с очаровательной девушкой. А что было дальше, вы узнаете, посмотрев краткий пересказ фильма, когда мы познакомились. 1 ноября 2017 года. Эвери выступает перед гостями, которые собрались по случаю помолвки девушки. Ровно три года назад, на Хэллоуин, Эвери познакомилась с Ноем, и речь девушки связана именно с тем днём. Воспоминаниями парня нас переносит в 31 октября 2014 года, на вечеринке в честь Хэллоуина. Ной случайно знакомится с Эвери. Парень не может поверить своему счастью, эта очаровательная девушка понимает его с полуслова, да к тому же много знает о джазе, любимом музыкальном жанре Ноя. Слово за слово, и вот уже эта парочка от шумной компании на вечеринке едет в джаз-клуб, где работает Ной. Эвери и Ной делают несколько снимков старой фотобудки, а позже из джаз-клуба отправляются в квартиру девушки. Пара весело проводит вечер, пока дело не доходит до поцелуя. Нас снова переносит в настоящее. Эвери произносит, что именно в тот день, трёхлетней давности, она поняла, что такое настоящая любовь. Девушка целует своего жениха Итана. С горя, что он упустил девушку, Ной напивается, из-за чего Эвери просит свою подружку Кэрри отвезти парня домой. По дороге Ной рассказывает Кэрри о том, что до сих пор влюблён в Эвери. Девушка не понимает, зачем же он тогда пришёл на вечеринку. Ной решает рассказать о том вечере, когда они с Эвери познакомились, но не успевает. Кэрри привозит его в джаз-клуб, где парня ждёт его друг Макс. Кэрри собирается уходить, но Ной её останавливает, она ведь не дослушала историю. Парень продолжает рассказывать, и оказалось, что в тот вечер, три года назад, Ной так и не поцеловался с Эвери. Он слишком долго тянул этот момент, что девушка просто его обняла, считая парня своим другом. На следующий день Эвери пошла покупать печенье, которое накануне съел Ной, и познакомилась в магазине с Итаном. Гэрри оставляет парней и уезжает домой. Макс усаживает Ной в фотобудку, а сам идёт вызывать такси. Сидя в будке, Ной достаёт фотоснимки трёхлетней давности, где он с Эвери. Бормоча себе под нос, что если бы у него был шанс вернуть прошлое, то он стал бы тем парнем, который нужен Эвери, Ной забрасывает монетку в аппарат, который делает снимки парня. Ной просыпается утром, считая всё произошедшее каким-то необычным сном. Парень выходит на улицу. Мимо него проходит девочка в костюме ведьмы, и Ной считает это странным, ведь сегодня вроде как уже 2 ноября, и Хэллоуин был два дня назад. Парень заезжает в магазин за Редбуллом. Он замечает на прилавке газету, в которой указана дата – 31 октября 2014 года. Парень хватает газеты и бежит к своему другу Максу. Ной показывает ему даты в газете и замечает через окно рядом со зданием в парке Кэрри, подругу Эвери. Парень бежит к девушке, но Кэрри ведёт себя так, будто впервые видит Ноя. Парень пытается объяснить, что они знакомы, и вчера Кэрри отвозила его перебравшего домой. Девушке кажется, что это такой креативный способ познакомиться. Следом за Ноем выбегает Макс и просит Кэрри не волноваться. Его друг постоянно сходит с ума, когда пытается познакомиться с девушками. Ной понимает, что раз Макс и Кэрри не знакомы, а девушка не помнит Ноя, значит он и правда вернулся в прошлое, в день знакомства с Эвери, и у него есть шанс всё исправить, нужно только дождаться вечера. На вечеринке по случаю Хэллоуина, Ной знакомится с Эвери. Парень использует всё, что знает о девушке, и у него получается привлечь её внимание. Они весело проводят время, и вот наступает момент, когда они оба оказываются в квартире Эвери. На телефон девушки прилетает сообщение от Кэрри, что она едет домой. Ною нужно поскорее убираться, но перед этим он хочет знать, понравился ли девушке вечер. Ной целует Эвери, и в этот момент в квартире появляется Кэрри. Она узнаёт парня, который сегодня утром в парке вёл себя как псих и рассказывал о путешествиях во времени. Эвери понимает, что именно из-за прыжков во времени Ной знал всё о ней, и поэтому так легко всё предугадывал. Кэрри считает его маньяком и набрасывается на парня. От удара цветочным горшком Ной просыпается в своей квартире в настоящем времени. Парень отправляется в дом Итана и Эвери, чтобы извиниться за своё поведение на вчерашнем вечере в честь помолвки, где он перебрал алкоголя. Когда Ной оказывается дома у Итана, Эвери начинает дикого пить, увидев парня. Всё из-за того, что в этой временной вселенной, после того, как они с Кэрри отметелили парня три года назад, девушка его больше не видела. А тут этот маньяк снова попался на глаза. Нойу удаётся кое-как сбежать от своих друзей. Парень прибегает домой и, обнаружив в кармане фотоснимки, догадывается, что машиной времени является фотобудка. Ноя прибегает в джаз-клуб, закидывает монетку и снова отправляется в 2014 год. Парень звонит Максу и просит о помощи. Приятели приходят на хэллоуинскую вечеринку. Там же появляются Эвери и Кэрри. Макс подкатывает Кэрри и уводит девушку, оставив Эвери Ною. Парень пробует уроки соблазнения, что ему преподал Макс, но от них у Эвери появляется желание только убить Ноя. Пара выходит во двор, где Эвери толкает Ноя в бассейн. Потом и сам парень затаскивает девушку в воду. Ругая друг друга, они начинают целоваться, после чего бегут в квартиру Эвери. Ной просыпается утром. Рядом с ним в кровати лежит Эвери. Посмотрев на телефон, что сегодня 1 ноября 2017 года, Ной уверен, что они с Эвери встречаются уже 3 года, но всё совсем не так. Девушка звонит парню, лишь когда ей нужно снять напряжение. Эвери нужен надёжный парень, поэтому Ноя снова отправляется в 2014 год. Парень идёт к Максу и просит ему помочь в устройстве на работу. В настоящем времени Макс – вице-президент компании, и если Ноя устроится туда же, то и ему что-то да перепадёт. Вечером Ноя идёт на хэллоуинскую вечеринку, где знакомится с Эвери. Парень просыпается утром 1 ноября 2017 года. Ноя неплохо так развезло. Он живёт с Эвери в роскошном особняке, а на работу ездит на Порше последней модели. Эвери очень сильно просит Ноя не опаздывать на сегодняшнюю вечеринку по случаю их помолвки. Ной приезжает в офис, где ему за старания выделяют новый кабинет. А встретившись с Максом, парень узнаёт, что его приятель так и остался на побегушках, а повышение досталось Ною. После того, как Макс уходит, к Ною заглядывает секретарша. Она приносит список дел на сегодня. Ноя рассматривает график на ближайшие 3 месяца, в котором у него нет свободного времени даже чихнуть. Но парню всё же удаётся приехать на вечеринку. Ноя решает сыграть для гостей любимую мелодию Эвери. Но из-за того, что парень все эти 3 года работал в офисе, играть на музыкальном инструменте Ноя разучился. Он отправляется искать свою невесту и находит Эвери в туалете с Итаном, который теперь занял место Ноя, с горя перебрав с выпивкой и украв тарелку с изображением Ноя и Эвери. Ноя отвозит Итана домой. Тот рассказывает, что признался в любви Эвери. На вопрос Ноя, что ответила на эта девушка, Итан произносит, что Эвери хотела бы, чтобы всё было иначе. Ноя отвозит Итана и когда возвращается, встречает Кэрри, которая живёт вместе с ними. Ноя задаёт девушке вопрос, почему Эвери его не любит. Кэрри признаётся, что Эвери и правда не любит Ноя, но парень ей дорог и она будет стараться, чтобы у них всё получилось. Ноя всё-таки решает, что девушка должна быть счастлива и снова отправляется в 2014 год. Но на этот раз на хэллоуинскую вечеринку Ной приводит Итана. Парень всё подстраивает так, чтобы Итан и Эвери встретились, а со мной подходит Кэрри. Разговорившись, Ной и Кэрри решают уехать с вечеринки. Взяв с собой Итана и Эвери, они все вместе едут в джаз-клуб, где выясняется, что Кэрри – большая любительница джаза. Девушка по секрету рассказывает, что вообще не хотела приходить на хэллоуинскую вечеринку, так как переживает расставание с парнем, который также был на этой вечеринке. Этим парнем оказывается тот тип, с которым Кэрри целовалась каждый раз, когда Ной знакомился с Эвери. Ной и Кэрри присоединяются к Итану и Эвери, которые делают снимки-фотобудки. Ной просыпается 1 ноября 2017 года в квартире Макса, от которого узнаёт, что Итан встречается с Эвери, а о Кэрри уже больше двух лет ничего не слышно. Вроде бы она вернулась к своему бывшему. Ной отправляется к девушке. Увидев Кэрри, он сразу же её целует, но оказывается, что она встречается со своим бывшим парнем. Кэрри не совсем понимает, о каких чувствах рассказывает Ной. Они познакомились 3 года назад на вечеринке, провели ночь, и больше она ничего о нём не слышала. Ной решает исправить ситуацию и бежит в джаз-клуб. Но выясняется, что фотобудку времени выбросили. Ной напивается с горя, так как его любовь ускользает от парня. В джаз-клуб приходит Итан с Эвери. Они беспокоились за Ной и пришли его проведать. Эвери удивлена, что Ной фотографируется в такой страшной фотобудке, в то время, когда у него дома стоит красивое и старинное, что раньше стояло в этом клубе. Оказалось, что Эвери купила ту самую фотобудку и подарила Ною, так как считает его своим хорошим другом. Ной решает вернуться в 2014 год, но ничего не менять. Пусть всё будет так, как было в первый раз, когда Эвери его просто обняла, считая парня своим другом. Проходит 3 года. На вечеринке в честь помолвки Итана и Эвери, Ной встречает Кэрри. Парень предлагает девушке сбежать, спрашивая, любит ли она джаз. На этом фильм заканчивается. Спасибо за просмотр и до встречи на канале. Спасибо большое. Я говорю по-китайски. Субтитры сделал DimaTorzok